Всем привет! Сегодня со мной мы идем в город Мужан. Город Мужан расположен в департаменте Приморские Альпы в регионе Прованс. На Лазурном берегу, между Каннами и Грассом, нам открывается вид на неповторимый старинный городок. Мужан построен по спирали и очень напоминает улитку. А также он признан одним из самых живописных старинных городков Прованса. Город сумел сохранить качество окружающей среды в первозданном виде и предлагает вам с его высоты 260 метров великолепную панораму на Канны, на Леринские острова и город Грасс. Этот городок вдохновляет и будоражит большое число скульпторов и художников. А также это место считается лучшим городом для романтического путешествия. Вы влюблены в друг друга и находитесь в поисках мест с атмосферой, которая по-особенному волнует и вдохновляет. Здесь для романтической атмосферы создано буквально все. Ну а может быть вы не простой турист, а ценитель прекрасного? Ищете вдохновение и хотите полюбоваться шедеврами? И в том, и в другом случае мужам это то, что вам надо. Вы обязательно откроете свой, личный, сокровенный мужам. Ну а я вам покажу мужам моими глазами. Как только вы попадаете в этот городок, вы поддаетесь очарованию маленьких улочек. С великолепными старинными домиками, которые украшены неповторимым образом. Здесь огромное количество сувенирных лавок, торгующих всевозможными ароматическими смесями, сушенными травами и цветами. Мужам остается магнитом для художников. Прогуливаясь по узким мощеным улочкам, вы найдете студии, галереи, мастерские. В любую мастерскую можно зайти, где возможно застать художника за его очередной работой. Полюбовавшись живописью, по желанию можно приобрести понравившуюся работу. В этом месте стоит особая атмосфера. Которая вас окутывает и очаровывает. Основным видом экономической деятельности в XIX веке было цветочное производство для парфюмеров Грасса, Роза и Жасмин. А с середины XX века Мужан стал мягкой на Лазурном берегу для туристов и художников. Здесь мы видим городскую мэрию, окруженную стройными кипарисами, обрамленную старинной лепниной. Мужан в истории впервые упоминается в XI веке, во время войны за австрийское наследство, когда он был разорен сардинцами. Ну а в XX веке стал развиваться как туристический центр. Красивые двери, со вкусом отреставрированные каменные стены, искусно выделенные окна. Куда бы вы ни посмотрели, повсюду вас будет сопровождать чудо деталей. Гуляя по старому городу, ты чувствуешь себя путешественником во времени. Мужан вроде бы и небольшой, но настолько насыщенный архитектурными жемчужнами, что, дабы рассмотреть каждую, нужно бродить часами, днями, неделями. Он влюбляет в себя каждого туриста. Ты словно оказываешься на съемочной площадке, где снимают сказку, где в башнях сидят принцессы и ждут своих рыцарей. Мужан получил известность как город, в котором провел последние годы своей жизни художник Пабло Пикассо. А также в этом городе проживали Ивсен Лоран, Катрин Денёв, Кристиан Диор, Эдит Пиаф и другие. Этот город всегда был связан с миром искусства и культуры. В музее классического искусства выставлены работы Пикассо, Жанна Кокто, Оля Сезанна, а также более старые произведения, такие как римские статуи. Представлена богатая частная коллекция раритетов от предметов Древнего Египта до произведений искусства неоклассицизма, модерна и современности. Коллекции монет, керамика, стекло, изделия из серебра, антикварные украшения, живопись, скульптура разных веков. Все это предоставлено на обозрение на четырех этажах музея. А еще вы сможете посетить музей фотографии Андре Виллер. Поклонники Пабло Пикассо увидят уникальные фотоархивы, представляющие жизнь великого художника. А в автомобильном музее представлена выставка ретроавтомобилей. Гуляя по Мужану, помимо галерей и артистических студий, здесь можно посетить много ресторанчиков. Кстати сказать, что Мужан известен как современная столица гастрономии Лазурного берега, если не всей Франции. Каждый год в городе проходит международный фестиваль, посвященный гастрономии. В течение трех дней улицы и площади приветствуют сотню французских и иностранных шеф-поваров, которые делятся своими рецептами с широкой публикой. В программе много мероприятий, включая демонстрации кулинарии, конкурсы, мастер-классы, а также анимация для детей. Всего на фестивале предлагается более тысячи кулинарных уроков. Если вы любите природу, то во время экскурсии по Мужану можно посетить и парк Вальмаск – настоящий зеленый оазис, жемчужина в короне Лазурного берега Франции. В парке представлены самые разнообразные деревья. От классических европейских вековых дубов и стройных сосен до экзотических белых дубов и пробковых деревьев. В лесной части парка можно встретить диких кроликов, лис и даже кабанов. А для удобства гостей в парке – разбитые площадки для отдыха с детскими и спортивными площадками. Ну а самым удивительным местом парка Вальмаск можно считать пруд фон Мерл. Пруд занимает площадь в 5 гектаров и является домом для уникальной, самой большой в Европе колонии лотосов. Насладиться невероятным зрелищем цветения прекрасных лотосов можно с июля до середины сентября. Цветки лотоса достигают 25 сантиметров в диаметре, а их листья – до 1 метра. С парком граничит один из гольф-клубов Мужана – гольф-контриклуб Докя Мужан. Кстати, гольф – это еще одна из визитных карточек Мужана. Как видите, экскурсия может быть очень разнообразной. Вот так сегодня мы познакомились с городом Мужан и открыли для себя новые достопримечательности Лазурного берега. На этом наша экскурсия заканчивается. А я вам говорю до новых встреч на канале Со мной. Пока!